Информационная безопасность Я занимаюсь уже больше 10 лет Так получилось, что я закончил вуз по айтишной специальности Но уже на последних курсах очень заинтересовался темой защиты IT-систем И так меня это все и привело в отрасль инфобеза Ну а здесь, на этом мероприятии я уже в статусе руководителя компании Которая занимается разработками в области информационной безопасности Мы здесь, как экспонент, представляем свои технологии, свои продукты Мы представили новый функционал в рамках нашей большой платформы Функционал связанный с обработкой данных, получаемых из различных так называемых фидов То есть каналов получения данных киберразведки И показали, каким образом можно эту информацию встроить в процесс выявления и реагирования на инциденты И как это можно автоматизировать для того, чтобы упростить работу с этой информацией И самое главное, ускорить работу с этой информацией Threat Intelligence это пока очень новая сфера Вообще она появилась не так давно еще и потому, что в принципе появились компании, которые стали поставлять такую информацию К тому, как делиться информацией о различных инцидентах, взломах, скажем так, длительное время было не принято Потому что в общем отрасль была достаточно закрытая по информационной безопасности Сейчас, да, появился спрос, естественно То есть это не просто какое-то слово, да, это механизм, который позволяет выявлять какие-то атаки, инциденты Без того, чтобы писать именно какие-то конкретные правила Или банально просто потому, что есть компании, которые обладают необходимой экспертизой Которую можно взять и использовать у себя в работе Потому что самостоятельно такую экспертизу иметь достаточно сложно и дорого Вопрос в том, что действительно этой информации очень много В качестве примера, если мы возьмем такой фит от лаборатории Касперского То там будет больше миллиона различных единиц информации, с которой каким-то образом нужно работать И понятно, что это не единственный поставщик такой информации Если вы собираете эту информацию, но никак ее не используете Это в общем то же самое, что у вас ее нет Пока еще не существует продуктов, которые бы именно работали в таком абсолютно автономном режиме То есть когда мы говорим про автоматизацию, на самом деле это просто способ в автоматическом режиме выполнять какие-то операции И пока что все равно этот процесс даже выстраивается по-прежнему все равно с участием человека Конечно, если просто не задумываясь взять и заменить людей на какие-то алгоритмы С высокой вероятностью произойдет какая-то ошибка, что-то пойдет не так Ну и в общем здесь можно получить не очень хорошие последствия За счет автоматизации появляется наконец-то возможность многие задачи в принципе решать Потому что мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда ставятся какие-то решения по безопасности Они включаются, начинают работать, начинают естественно формировать какие-то алерты И дальше это просто складывается в какую-то базу и больше ничего не делается То есть на самом деле в компании происходят какие-то инциденты Они даже фиксируются средствами защиты Но даже в этом случае на них никто не обращает внимания Просто потому что до этого банально не доходят руки А в конечном итоге это приводит к ущербу для компаний Если мы возьмем конкретно отрасль информационной безопасности То я думаю, что здесь не возникнет никаких проблем с тем, чтобы за 6 лет мы перешли полностью на отечественные разработки Потому как, не знаю, так традиционно сложилось, что с такого рода решениями у нас гораздо лучше Не в пример с какими-то офисными продуктами или же решениями общего бизнесового направления То есть практически по каждому направлению, которое мы сейчас не возьмем Есть какие-то собственные отечественные разработки Понятно, что какие-то хуже, какие-то лучше Понятно, что есть производители, которые обладают большей экспертизой и большим опытом в этой части Но сказать, что есть какие-то направления, где бы мы вообще никаким образом не могли заместить Я, пожалуй, не сказал бы так Наверное, в части, может быть, какой-то криптографии, которая требуется для зарубежных платежных систем Каких-то зарубежных алгоритмов Ну, в силу того, что просто это там требуется Если мы будем говорить про ту сферу, в которой мы сейчас работаем То здесь вообще, в России, практически не представлены зарубежные разработчики в этой сфере И, соответственно, им будет просто сложнее и сложнее работать на нашем рынке Мы много говорим про какие-то инновации и новые решения При этом при всем действительно оставляем Мы, в смысле, как специалисты по информационной безопасности То есть в реальных компаниях инфраструктуры часто достаточно плохо защищены Потому что не выполнены даже самые базовые требования Самые базовые вещи в плане безопасности Мне кажется, что эта парадигма, она меняется То есть все чаще заказчики не просто покупают какую-то модную штуку А все-таки исходят из задач, которые необходимо решить И уже под задачи подбирают то решение или комбинацию решений Которая позволяет этой цели добиться, решить задачу Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok